В начале года комиссия по делам несовершеннолетних подводит расширенное заседание и подводит итоги своей работы за год. Рассматривает и анализирует динамику и структуру преступлений, которые совершают подростки. В 2013 году заметно снизилось количество преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Всего было совершено 14. В 2012 году преступлений, совершенных подростками, было 31. По структуре и динамике преступлений среди несовершеннолетних в этом году преобладают такие преступления, имущественные преступления, как кража. Также в прошлом году у нас было большинство преступлений, это умышленное причинение легкого вреда здоровью или побоя. В прошлом году у нас было одно преступление, предусмотренное статьей 119 Уголовного кодекса, это угроза убийства или причинения тяжкого вреда здоровью. В этом году нет. В том году у нас еще несовершеннолетние дали 6 преступлений по угону. В данном году, в этом году у нас таких преступлений нет. В ночное время правонарушения сократились. Это связано, говорят специалисты с комендантским часом. И регулярно проводятся рейдовые мероприятия. Значит, рассмотрено 140 протоколов. По сравнению с 2012 годом снижение на 38% произошло. Но в ходе анализа правонарушений по комендантскому часу, который мы провели, в основном нарушали комендантский час подростки, обучающиеся в школах города. 36 – это школа 4, 28 – нарушения школа номер 3, 23 нарушения было совершено подростками, которые обучаются в индустриально-промышленном техникуме, и 41 – нарушения учащимися в других учебных заведениях на территории области. Среди подростков, в основном нарушающих комендантский час, возраст 15-17 лет. Но встречаются также и дети возраста 13-14 лет. Составлялись протоколы и на родителей. Сейчас на учете у комиссии по делам несовершеннолетних более 20 таких семей. Как правило, они многодетные, родители не работают. Мероприятие по реабилитации детей и семей – одна из составляющих работы комиссии по делам несовершеннолетних. Ее продолжат и в этом году. Главное, подчеркнула председатель комиссии Вера Соколова, не допустить резкого роста правонарушений. Если посмотреть вообще динамику последних 10 лет, то вот эта кривая, она как раз и выглядит как спад и потом резкий скачок. Спад, скачок. Наша основная задача в 2014 году – не допустить этого резкого скачка.